Наринмарским школьникам и студентам рассказали, куда пойти учиться. Во Дворце культуры Арктика прошла традиционная ярмарка учебных мест. Представители учебных учреждений рассказали об условиях поступления, а также провели мастер-классы и демонстрационные показы по профессиям. Информацию для будущих студентов представили образовательные организации Нинецкого округа Кирова и Архангельска. Среди постоянных участников ярмарки – Кировский филиал Московского финансово-юридического университета. Ежегодно выпускники города Наринмара, как школы, так и техникумов, приезжают, интересуются нашим вузом. Наш вуз имеет государственную аккредитацию. Это дает нам право выдавать диплом государственного образца. Наш вуз обучают как бакалавров, специалистов, магистров. Также в университете работает колледж на базе 9 классов и 11 классов. Все иногородним мы предоставляем общежития. Студенты обучаются как на платной основе, так и на бесплатной. Традиционно большой популярностью местной молодежи пользуется информационный стенд САФУ. Именно там планирует продолжить обучение студентка 4 курса социально-гуманитарного колледжа Анна Белугина. Она планирует поступать по направлению психология и будет учиться заочно. Я сама учусь на педагогах коллекционных классах. Работы никакой нет, к сожалению, по этому направлению. Не знаю, буду искать альтернативу. Может быть, пойду в садик, может быть, пойду в обычный класс. Те, кто пока не определился с направлением обучения, смогут пройти профориентационное тестирование у специалистов. Ниньская окружная больница участвует в ярмарке с 2011 года. В этот раз сотрудники больницы не только рассказывали о профессии, но и дали возможность побыть в ней. Надеть медицинский халат, шапочку и перчатки. Мы преследуем задачу привлечь молодежь, чтобы они шли и поступали на врачей, на медицинских сестер, фельдшеров. Потому что, как известно, что нехватка медицинских кадров, она по всей России, наверное, остро стоит. И наш округ, в общем-то, не исключение. На нашей площадке мы сегодня представляем различные информационные материалы не только о нашей профессии, но и касающиеся вопросов здоровья, профилактики заболеваний, здорового образа жизни. Также в мероприятии приняли участие представители авиаотряда, поисково-спасательной службы, этнокультурного центра и воинской части. Они рассказали о преимуществах работы в своих организациях, учебных заведениях, где можно получить образование, а также об имеющихся вакансиях. Это регулярное мероприятие превентивного характера. Мы проводим это для школьников, для выпускников профессиональных образовательных организаций, с той целью, чтобы в будущем они сознательно, правильно выбрали профессию, стали успешными соискателями на рынке труда, нашли свой путь, нашли свою профессию и не пополнили ряды безработных граждан. В ходе мероприятия каждый желающий получил консультацию и ответы на интересующие вопросы, а также смог оставить свое резюме для потенциальных работодателей.